Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции НПП Бурабай. Цель – ознакомить студентов с резкими считающими видами растений и животных на территории НПП Бурабай. Рассмотрим следующие вопросы. Это географическая история открытия НПП, географическое положение, климат, рельеф, геология, гидрология, почвенный попров, редкие считающие виды флоры и фауны и доцепримечательности. Государственный НПП Бурабай или Боровой создан в 2000 году с целью охраны озерно-горно-лесных ландшафтов, организации туризма и ОТФ населения на его территории. Расположен парк на территории Шучинского района от Моринской области. Его площадь составляет 83 511 гектаров. В настоящее время парк находится в ведении Управления делами президента Республики Казахстан. Постановлением правительства Республики Казахстан от 19 июля 2005 года за номером 746 утвержден новый перечень особо охраняемых природных территорий Республики Республиканского значения, в который входит и НПП Бурабай. Еще в 1935 году примерно на этой же территории был создан заповедник Боровое с целью изучения и охраны и обогащения флоры и фауны этих уникальных мест. В него входили горно-лесные мотивы и прилегающие к нему с севера степные пространства и озера. К сожалению, заповедник просуществовал всего 16 лет и был ликвидирован в 1951 году в части многих других заповедников бывшего Советского Союза. Рельеф. Национальный парк занимает Боровской горно-лесной массив, расположенный в восточной части Кокшитавской возвышенности, северо-западной части Казахстанского мелкосообщника. Особенности геологического и технического строения региона отчетливо отразились в современной рельефе. В районе выделяются три характерных типа рельефа – низкогорный, мелкосообщно-грядовый и равненный. Наибольшая высота хребта Кокшитав – 887 метров над уровнем города – это гора Синюха. Хребет сложен из глубинных магматических пород, в основном из гранитов. Встречаются также пегматиты, сиениты, парфириты. Взнетившаяся когда-то из глубин Земли расплавленная магма преобразовала состав поверхностных осадочных пород. Образовались метаморфические горные породы, кристаллические сланцы, кварциты, кремнистые известняки. В результате тысячелетнего размывания и выметивания горных пластов появились каменные глыбы необычных оригинальных очертаний, напоминающих башни, стены, столы, чудовища. С востока к хребту Кокшитав прилегают более низкие участки гор, где пологие увалы, сопки, гряды чередуются с межсопочными понижениями, равнинами и допадинами. Особенности геологического и технического строения регионы отчетливо отразились в современном рельефе. В районе выделяются три характерных типа рельефа – низкогорный, мелкосопочный, грядовый и равнинный. Мы об этом уже говорили. В Воровском массиве много живописных озер – Боровое, Шучье, Хотр-Коль, Большое и Мало-Чебачье, Карасье, Светлое и другие. Большинство озер пресные. Некоторые золотоватые. Имеется разветвление сеть речек и ручьев, Сар-Булак, Громовая, Колчакты, Кельчакты, Ручей и Мановские и другие. Некоторые из них соединяют озера между собой. Климат района континентальный, с холодной продолжительной зимой и жарким коротким летом. Среднегодовая температура воздуха равна плюс 1 градус по Цельсию. Средняя температура января – минус 16,7 градуса по Цельсию. Юлия – плюс 18,6 градуса по Цельсию. Абсолютно минимум температуры – минус 52 градуса по Цельсию. Абсолютно максимум – плюс 42 градуса по Цельсию. Продолжительность безморозного периода составляет 100-125 дней. Характерный ранний афинний заморский. Годовое количество осадков около 300 мм в год. Их максимум приходится на летний период. Снежный покров устанавливается в октябре и сходит в апреле. Почвенный покров. Почвы в Национальном парке бородъемные или дерново-бородъемные, фрагментарные и маломощные. Большая часть мелкодъема, образовавшаяся в результате выметривания, сносится вниз по склонам, поэтому значительная площадь поверхности оголена. Однако часть мелкодъема скапливается в расщелинах, скал, углублениях и на плоских поверхностях глыб. В таких местах появляются всходы сосны, затем формируются подростки и взрослые деревья, корни которых проникают по расщелинам на значительную глубину. Сосняки програстают большей частью на гранитных низкогорьях и вряд ли мест встречаются на кварцитно-сланцевых грядах-увалах. Как и другие островные бары Казахстана, баровской массив представляет собой один из оставшихся островков почти сплошных хвойных и смешанных лесов, простирающихся при состоянии от восточных столов Южного Урала до западных предгорий Южного Алтая. В этот период в условиях влажного и прохладного климата сложились благоприятные условия для проникновения в мелкосопочник, лесных видов, флоры и фауны из северных областей. Часть этих реликтовых видов сохранились до настоящего времени. Позднее, в Голоцине, из-за циклических изменений климата, площадь лесов то увеличивалась, то сокращалась, и со временем бары приняли островный характер. В дальнейшем, особенно на протяжении двух последних столетий, сокращение лесов происходило уже под воздействием человека. Основные формы этого воздействия – рубка леса, лесные пожары и выпас скота, в результате чего отдельные наибольшие небольшие островки боров полностью исчезли, другие существенно уменьшились или превратились в редколесие. Растительный мир. Боровской лесной массив находится в степной зоне, подзоне разноцравленно-ководных степей. Здесь насчитывается 757 видов растений, в том числе 95 редких и находящихся под угрозой исчезновения. Из древесных пород наибольшую площадь занимает сосна. Сосняки произрастают в невинных, на пологих и крутых склонах, на вершинах сопок и увалов, скалистых гребнях и гор. В зависимости от места и условий произрастания различают несколько типов соснового леса. Боры каменисто-скальные, каменисто-лишайниковые, травянисто-пшистые, низинные. В более влажных барах вместо сосной растут береза-породачистая и береза-пушистая. И Афина. Кустарниковый ярус развит слабо, особенно в сухих барах. Встречаются шиповник, кивильник, боярышник, можжевельник, ива, спирея, смородина, малина. Древяный степокров разрежен в сухих каменистых барах и довольно густ в невинных местах. Много вариальных реликтов. Грушинки, папоротники, хвощи, плаваны, осоки, линея, костяника, прусника, кое-где клюква. Каменистые клыбы и стволы деревьев во многих местах поросли шайникой. А более влажных местах – зелеными льками. Некоторые растения стали редкими. В красных книгах – россянка, россянка круглолистная, башмишек крупноцветный, башмачок настоящий, план баранец, дремлик болотный, зимолюбка зонтичная, пальчатокоричник фукса, кладина, оленья – это лишайник, а также ольха, клейка или черные. Известным всего два десятка деревьев – черные ольки, прозрастающие на восточном берегу озера Шучи. Редкими для данного региона видами являются также калина, черемаха, клюква, смородина каменная, можжевельник обыкновенный, вахта трехлистная, касатик сибирский, пушица узколистная, седьмичник европейский, линея северная, кочатышник женский. В составе флоры много лекарственных, пищевых, декоративных и других полезных растений. По окраинам озер Карачи, Света и Шучи сохранились реликтовые тропяные болота, лежавшие далеко к югу от основного ареала. В лесной зоне Западной Сибири и Урала здесь встречаются открытые сагновые болота, поросшие низкоростой сосной или бережняком с примесью сосны. Они имеют четко выраженный бареальный облик и резко контрастируют с окружающими их остемненными сосновыми лесами. На болотах и в полотниках встречается наибольшее для катарской мелкособочное количество северных растений. Брусника, глюква, линеи, осоки, хвощ, зимолюбки, пушицы, кудайеры, грушанки, рамиши, белозера и другие растения. Толщина торфяного пласта в болот достигает до 3 метров. Упавшие деревья, их обломки и торчащие корни покрыты лхом и создают картину первобытной болотной чащи. Животный мир. В фауне подволочных насчитывается 35 видов, в том числе 87 редких и считающих. Из копытных обитают сибирские косволи, кабан, лось. В 60-х годах прошлого столетия предпринята попытка реаклиматизировать обитавшие здесь ранние морала. Однако в дальнейшем в эти же леса были доведены гибридные асканийские оленей, которые родному лесу и в настоящее время населяют Боровской лесной массив. Из хищных встречаются волк, лиса, корсак, барсук, колонок, горностай, ласка, степной хорь, лесная куница, рысь. Прижились в лесу и американская норка. Исходным поголовьем стали зверки, сбежавшие из звереводческой фермы. Попытка реаклиматизировать здесь бурого медведя, ранее населяющие эти леса, успехом не увенчались. Хотя доведенные медведи уже дали потомство, все же им не удалось выжить в густонаселенном районе. И звери постепенно исчезли. Из грызунов многочислены полевки, мыши, крысы, успешно акроматизированная белковая телевудка, обычный заяц-беляк, по пошкому лесу встречается заяц-русак. Расчилинный скал и черточные помещения населяют ведущие мыши. Северный кожан, рыжая вечерница, прудовая и водяная ночницы, ночница бранта. Из насекомоядных обитают обыкновенные ушатые еж и нескольких видов земноруев. В красную гню Казахстана занесена лесная куница, объекты охоты, все копытные и хищные двери, без исключения куницы, зайцы, андатра, белка. В составе фауны насчитывается более 200 видов птиц. Из хищных птиц встречаются беркут, орел-могильник, большой подорлик, ястреби, ястреб-тетревесник, ястреб-перепелесник, болотные полевой луни, обыкновенная пустельга, чеглок, копчик, филин, ушатая сова, обычный грач, сорока, полевой воробей, большая горлица, кукушка, ситоворонка, иболка, лесной конек, лугой чекан, черноголовая овсянка, дрозды, дятлы, синицы и другие виды. На зверх гнисятся серый кусь, кряква, шилохвост, гоголь, длиннохвостый крохаль, лысуха, серая цапля, погранки, чайки, кулики. Во время перелета количество водоплавающих птиц на озерах значительно увеличивается. В Красную книгу Казахстана занесены беркут, могильник, филин, серый журавль, объекты охоты тетерев, серые и белые куропатки, перепел, клухарь, лысуха, утки, гуси и кулики. Из рептилий встречается прыткая и живородящая ящерица, степна и обыкновенные гадюки, обыкновенный уж, узорчатый полос, а из амфибии зеленая жаба, автороморда и травяная лягушка. Азера богатой рыбы, здесь водятся окунь, плотва, щупа, яйца, карась, линь. Фаунь беспозвоночная, слабо изучена. Насчитывается, видимо, несколько тысяч видов. В красную книгу в Казахстане занесены несколько видов насекомых. Это красотка-девушка, стрекоза, дыбка-степная и севчук, сельвеля, кузнечики, сколья-степная, оса и червец, криминалистный, польский. Последний вид является источником естественного красителя кармина. За удивительной красотой ландшафтов отдыхающие именуют окрестности Борового в Казахстанской Швейцарии. Особая живописность этим местам придает расположенные у подножия гор, глубокие подразченные озера, окромленные гранитными мотивами сосновым лесом, широко известны озера Боровое, Щучье, Карачье, Большое, Ямало, Чебачье и другие. Длительные процессы разнувания и выветривания обусловили появление здесь экзотических скал и сопок. Наиболее популярные из них – Охшипец, Спящий рыцарь, Бергут, Вергут, Кабарга, Особенно оригинальный свинкс, выступающий из озера Борового скала, похожий по своим очертаниям на гигантскую голову египетского свинкса. В Боровском горно-молестном массиве много домов отдыха, санаториев, турбаз, туристического маршрута, очень широко известен курорт Боровое. Перед национальным парком стоит задача сохранения уникальных ландшафтов и восстановления нарушенных природных комплексов. С целью на территории парка выделяется несколько зон с различным режимом охраны и использования. Заповедные, охрана рекреационная, рекреационно-хозяйственная, буферная. Ученые проводятся научные исследования по изучению и поиску путей сохранения и восстановления соснового леса, главной ценности национального парка. Достопримечательные национального парка Озеро Шортланд-Коль, Поляна Аблайхана и Трон Аблайхана, Обжет-Пес и другие. Спасибо за внимание.